традиционно в конце каждого года вада обновляет свой запрещенный список так и произошло в конце 22 года и мы про обновленный список на 23 год записали целый фильм ссылочка на него всплывает сейчас где-то здесь обязательно его посмотреть там много что интересного но вода с 24 года то есть дает год на раскачку вводит рома долл в запрещенный списк ну его нельзя будет использовать и я все-таки решил немножечко изучить что же у нас там есть по трамадолу и конечно выходит выходит исследование с которым я сейчас вас познакомлю ну и немножечко порассуждаю вообще по трамадолу усаживайтесь поудобнее времени у нас как всегда мало вперед вперед знания опиоидная зависимость становится все более тревожные проблемы в соединенных штатах и во всем мире причем злоупотребление этими наркотиками на удивление широко распространено уязвимость копиоидной зависимости трудно определить и предсказать и многие литературные исследования подчеркивают что этот существенный рост злоупотребление опиоидами порождает полноценный кризис со здоровьем который нарастает с угрожающей скоростью в частности недавнее распространение злоупотребление трамадолом особенно среди молодежи рабочих и студентов стало серьезной проблемой во многих странах мира действительно даже водители коммерческих такси в гане вы видите напиваются трамадола и пишут что они гоняют как ягуары ну и отмечаются в этом исследовании перед вами которая на экране что повышается у них сексуальная активность какая-то работоспособность выносливость в общем они становятся как ягуары будут ли спортсмены подвергаться такому же риску злоупотребление задаются вопросом автора исследования хотя большинство опиоидов запрещены санкционированные в спорте например оксикодон морфин обезболивающий трамадон на это агонист м опиоидных рецепторов и ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина настоящее время только включен в программу мониторинга вада и запрещен только велоспорте предыдущее исследование показало что распространенность употребление трамадола на спортивных соревнованиях составила одна целая четыре десятых процента что было измерено на почти десяти тысяч образцов мочи в период с 2013 по 2017 год недавно опубликованный обзорный документ обобщающий распространенность трамадола в спорте показал более высокую распространенность в велоспорте по сравнению с другими видами спорта что подтверждает данные других лабораторий аккредитованных вада это потребление может быть связано с различными факторами во первых существует распространенное заблуждение что трамадон может быть наделен свойствами повышающими работоспособность то есть велоспортсмены могут становиться ягуарами во вторых тот факт что поскольку трамадол является более утоляющим средством и обычно относительно легко получить рецепт на него кроме того рецептурный отпуск трамадола был значительно связан с более высоким риском смертности сердечно-сосудистых событий переломов чем кадеин например наконец что не менее важно трамадол как опиоид обладает важным потенциалом для развития зависимости и злоупотребление бальтазар мартинс и его с авторами графически изобразили всю историю трамадола ну и понятно трамадола который использовался в спорте от его вы видите открытие до внесения непосредственно сначала в программу мониторинга вада потом соответственно в велоспорт запретили его и так далее кому интересно нажмите на паузу и изучите историческое движение трамадола в спорте самостоятельно давайте переходить к выводам данного исследования которое мы с вами разбираем в последние годы споры об использовании трамадола в велоспорте охватили всю спортивную среду этот краткий отчет пишут авторы их данного исследования основанный на огромном количестве образцов собранных в различных спортивных дисциплинах свидетельствует о явном сокращении использование трамадола в велоспорте за последние десятилетия почему же так происходит задаются вопросом авторы и отвечают на него снижение распространенность трамадола в велоспорте в последние годы может быть связано с сдерживающим действием анти допинговых правил и внимание тем фактом что трамадол может не оказывать никакого фактического эргогенного эффекта на работоспособность как же так закричит пытливый подписчик канала веселая наука а как же ягуары ягуары из ганны же неужели они вот все это сочиняет и мы конечно же обратимся к обзорчик у которого видите на экране который объединил все исследования конечно же вы видите рандомизированные двойные слепые по трамадолу посмотрите обязательно здесь я подчеркнул что здесь здоровые ягуары да люди молодые волонтеры здоровые без болезни и так далее и давайте сразу же перейдем к выводам этих рк и холга до из авторы в 2018 году провели два исследования в первом исследовании средняя выходная мощность была выше вы видите с трамадолом во втором исследовании ничего нет разницы между плацебо и трамадолом бичдер бичдер 2019 год ничего не нашел никакой разницы выходной мощности с трамадолом и без трамадола с плацебо и зондаи 21 год нет никакой разницы между трамадолом и плацебо то есть одинаково велосипедисты крутят и сравнивали там вы видите процитамол и без процитамол в общем трамадол у зондаи из авторов не работал напомню что вода провели самостоятельно какое-то исследование которое не опубликовано ни в одном в рецензированном журнале на какой-то конференции вы видите рандомизированная вроде бы то есть еще раз ни в одном журнале она не опубликовано было нового не знаю наверное предъявлено на конференции какой-то british association до british association в общем давайте тогда добавим это исследование всю резюмируем на данный момент в общем на данный момент 2 вы видите зелененьких исследований говорят о том что можно стать ягуарами да то есть крутить сексуальная активность да вот становиться действительно ягуарами и одно из исследований не опубликовано в рецензированных журналах и три исследования до говорят о том что ягуарами вряд ли можно стать никакой разницы можно любую таблеточку выпить все то же самое будет поэтому давайте продолжим наблюдать за этим препаратом вот что пока есть по трамадолу нам январь двадцать третьего года естественно мы будем наблюдать за интересным препаратом и периодически обновлять нашу информацию если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые практичные а главное научные фильмы все пока пока